Сергей Шевченко, я никогда не слышал. И все мы говорим о какой-то характеристике хирурга. Я был во многих центрах, в том числе и российских, зарубежных. Но могу одно сказать, что российские хирурги, наши учителя, оперируют не хуже, чем за рубежом. Поэтому здесь сравнить нельзя. Но мы все забыли о биологии опухоли. Всегда говорим, когда критерии эффективности... Вот мы проводили в Новосибирске такой анализ, когда у нас случился первый рецидив после трахеолоктомии. Есть ли метастазы в лимфоузлах? И когда мы сделали дополнительные нарезки, оказалось, что у некоторых больных вот эта стандартная нарезка лимфатических узлов, не всех, показывает, есть ли есть метастазы. И в этом тоже, наверное, критерии. Но вот я давно занимаюсь лимфоузлами, так как у нас есть институт лимфологии. И хотел бы задать вопрос Алексею Сергеевичу Шевчуку, профессору Берлеву и профессору Келлеру. Сколько все-таки лимфатических узлов удаляется при радикальной гистероктомии? И удаляем ли... Стали мы, когда ввели эндоскопические методы лечения, удалять их больше, чем при лепаротомии? Вот этот вопрос к трем ведущим экспертам. Спасибо. Если речь идет о количестве... О качестве лимфодисекции, мне кажется, что вот количественный показатель этого этапа операции, он не совсем является объективным критерием радикальности операции. Поскольку, я не знаю, может быть, есть такие исследования, которые показывают индивидуальные особенности строения лимфатической или лимфооттока в данной ситуации при раке шейки матки. Мне кажется, это достаточно такая очень индивидуальная особенность, анатомическая особенность. Но если ориентироваться на проанализированные собственные результаты выполнения радикальной гистероктомии, в нашей клинике в среднем количество удаленных лимфатических узлов составляет порядка 18 лимфатических узлов. И я хочу сказать, что иногда... Ну вот, наверное, сегодня мы критически очень относимся к... Или, может быть, обсуждаем целесообразность и безопасность лапароскопии, но ведь на самом деле лапароскопия внесла в хирургию рака шейки матки очень много позитива, вернее, в эту хирургию. Во-первых, лапароскопия дает нам абсолютно визуальный контроль и объективную ситуацию. Ведь давайте посмотрим немножечко на прошлое время. Ведь у нас наши онкологические конгрессы, онкологические сообщества, мы встречались, мы обсуждали результаты, но у нас не было возможности в прямой трансляции обсудить тонкости этой хирургии. Сегодня эта возможность есть. И техника операции у всех разная. Поэтому на самом деле это критерий, да, действительно мы его оцениваем, но мне кажется, он не совсем является адекватным. Вот в большей степени, мне кажется, сейчас очень важное направление идет, это все-таки изучение роли и возможности сигнальных лимфатических узлов, поскольку лимфатический отток от матки имеет особенности, которые мы на сегодняшний день еще и не до конца изучили. Сергей Тверович, вы знаете, такой вопрос, который уже обсуждается очень давно и очень много. На самом деле количество лимфатических узлов, которые вы берете, если вы выполняете лимфододектомию в пределах известных границ, то есть в пределах тех границ, в которых она должна выполняться, определяется исключительно загрушенностью вашего патоморфолога, и насколько рано ему сегодня нужно уйти с работы. Больше или нищего. Мне также хотелось бы упомянуть, что действительно значение имеет не столько количество лимфоузлов, сколько наличия в них метастазов. И, ну, хорошо, вы удаляете 30, 50, 100 лимфоузлов, но если у пациента есть метастаз, и метастазы эти определяются, то у нас, простите, проблема. И при картировании контрольных сигнальных узлов вы, у пациенток с ракомендометрией, допустим, вы гораздо с большей вероятностью обнаружите метастазы. Без картирования узлов вы, конечно, метастазы вы не обнаружите. И, кроме того, необходимо упомянуть, и Алексей об этом говорил, что патологи по-разному работают с лимфоузлами. Зачастую на конгрессах отмечается, вот я, допустим, удаляю 25, а мы удаляем у себя 40 лимфоузлов. А патолог нам говорит, а сколько вам надо? Давайте вот столько и сделаем. И мы проводили исследования в Университете Северная Каролина и пришли к выводу, что процесс работы с лимфоузлами обработки действительно значительно отличается индивидуально и в разных учреждениях. Мы проводим лимфоатэнектомию при радикальной гидроксотомии, но в Университете Северной Каролины при лимфоатэнектомии удалялось в два раза больше лимфоузлов, чем в Университете Сент-Эндрюс. И таким образом нам необходимо здесь учитывать наличие метастазов, а не количество операций на наличие метастазов, а не количество лимфоузлов. Совершенно верно. Абсолютное количество лимфоузлов не является показателем. У меня есть только несколько комментариев к нашей дискуссии. Мне кажется, что именно пациент, особенно когда мы решаем вопрос о фертильности, до определенного момента трохелектомия была запрещена всем молодым пациенткам, особенно тем, которые планируют беременность в будущем. Но это такой побочный комментарий. Нам необходимо информировать пациентку о тех огромных проблемах, которые существуют в этой сфере. Пациентка принимает решение в данном случае. Мы можем ей что-то предлагать, мы можем ей демонстрировать данные, можем ее ознакомить с данными научных исследований. Но окончательное решение, право на окончательное решение принадлежит именно пациентке. Мне также хотелось бы прокомментировать ваше замечание. Мне кажется, что пациентка не может принимать решение, потому что мы, врачи, мы имеем определенный уровень образования, мы знаем, как проводятся научные исследования, мы четко оцениваем преимущества и недостатки того или иного метода. И это ответственность, которую мы не можем делегировать пациенту.